Сегодня у нас с вами очередной урок. Мы продолжаем изучать буквы. У нас осталось еще несколько букв. Итак, сегодня у нас следующая буква. Эта буква называется буква Ащин. Звук, который она дает, это звук Аш. Внимательно, она не твердая. То есть мы говорим Ш. И не переходим к границе мягкости. То есть она мягкая буква, но некоторые смягчают чрезмерно и говорят ее как буква Щ, русская Щ. Нет, это буква Ш, только она мягкая. Согласовка звучит следующим образом. Ша, Щи, Шу. Ша, Щи, Шу. То есть не надо говорить Ща, как Щ. И не надо говорить Щу, как гласовка неправильная уже. И звучание звука Щ тоже отличается. На Сукуне эта буква имеет такой небыстрый звук, как в некоторых предыдущих буквах, а мы его слышим, то есть он такой чуть-чуть длится. Это обращайте внимание. Например, если мы прочитаем первый пример. Рош. Мы не говорим Роши. То есть у нас звук Щин с Сукуном как бы тянется немножко. Рош. Буш. Шер. Ша, 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 Шам. Шак. Бишру. Ширбу. Ша, Ру. Нашру. Шукру. Шурбу. Машرب. Машриб. Машрику. Маштэхир. Маштэрок. Иштэхра. Яштэхиру. Ибран. Ибран. Ша, Ко. Ябран. Хочется прочитать Ихфа, как в Коране, да, но здесь просто примеры, поэтому. Ибран. Ибран. Ша, Ко. Ябран. Ша, Ко. Смотрим написание этой буквы, в чем ее особенности. То есть буква в положении вот отдельном, как мы здесь видим, она пишется частично сверху и хвостиком снизу. Имеет три точки сверху, которые иногда пишутся вот таким образом. Ну, это если вы прописью в Коране, это будут три точки. Да, сама буква имеет три таких зубчика и потом идет хвост вниз. У нас, ну, как бы, есть серия букв, у которых будет такого вида хвост, и он будет так же себя вести, как и с этой буквой. То есть в отдельности, когда буква хвоста остается, а когда у нас есть соединение с какой-то следующей буквой, то хвост как бы садится на строчку, да. То есть в отдельности так. Например, если это будет в начале, и потом следующая буква будет, то уже она будет на строчке. Если, например, в середине, да, то у нас получится тоже таким образом. Если у нас в конце и перед ней не соединяется, то вот останется таким образом. Если соединяется, да, тогда будет соединительная линия и буква вот так. Буква в написании достаточно легкая, имеет свою вот специфику, так отличается. Иншаллах у вас получится, вы прописываете, прочитываете, тренируетесь, и без милля, если будут какие-то вопросы, можете писать под самим видео. Бараك Аллаху фикум. Субханакаллахума бихамдик. Асчеду levar behind на целост